В неизвестной нам деревне жил мужик. Была у него красавица-жена, жили они дружно и складно. И когда им было уже очень много лет, родились у них два мальчика. Один был старше другого всего на две минуты. Радости в их, в общем, в доме, в их небольшой семье, радости их не было предела. Мальчики росли очень быстро и дружно. И когда они уже научились ходить и говорить, то маму у них не стало. Старший был серьезный и задумчивый, а младший был общительный и простой. Жили они дружно и складно. И все у них вдвоем спорилось и делалось. А тут и отец стал туда же собираться. И вот однажды, лежа в горнице на скамье, он позвал своих сыновей. Дети мои, подойдите ко мне. Да, папа, вот он. Дети. Папа. Наступила пора пристать мне к моим праотцам. Но прежде чем я отправлюсь к великому судье, показать все мои жизненные дела, я хотел бы дать вам три, всего три нужных совета. Папа, какие советы? Скажи нам. Папа, папа, очнись. Папа, папа, ты мне сказал, скажи, в чем мудрость? Дети. Мы всегда жили дружно. Папа, мы всегда жили дружно. Так, как ты нас учил этому. Ну-ка, дай бандик. Ну-ка, не перебивай старших. Я еще не сказал, еще живой. Странно, про это я никогда не говорю. Первый раз слышу. Я тоже. Дети. Так вот, я говорю вам. Вы всегда жили дружно и складно. Так и продолжайте жить и после меня. А мудрость, то, что я вам передам, и ту, что мне передал мой отец, усвоить ее. И будете жить долго и счастливо. Она простая и нужная, добрая и вечная для тех, кто ее принял, воплотил и передал другим. Папа, мы готовы принять ее от тебя. Первая суть мудрости состоит в том, что... Папа... 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 Чихо-чихо. Чихо-чихо. С той поры прошло некоторое время. Дети погоревали, но жизнь продолжалась. А отец умер, так и не раскрыв три главные мудрости жизни. Старший в силу своего характера много думал об этом ночами, днями, когда они вместе работали с братом. И вот однажды он сказал младшему брату. Брат, знаешь, так больше не может продолжаться. Мы не можем жить так просто, не узнав наказа и мудрости отца. И вот я сегодня подумал, что я должен отправиться в путешествие по странам, чтобы узнать эти мудрости. И узнав их, все эти мудрости, я вернусь, расскажу их тебе, и мы будем жить снова дружно и счастливо. Тебе виднее, брат. Пусть будет так. Но помни, когда ты вернешься, ты обязательно их расскажешь. Помни, что бы ни случилось, я всегда буду ждать тебя. И вот братья простились. Это был тяжелый момент для обоих. Но старший брат обещал вернуться. И узнав все мудрости, они смогут жить долго и счастливо. Если бы были живые родители, они бы еще не раз порадовались за своих детей. Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли. Так прошло с той поры много времени, и много воды утекло. И даже больше, чем просто сказать много. В последнюю минуту прощания с братом, младший, еще долго стоял на дороге и ждал, как уходящая фигура старшего брата исчезает вид видом. И вот он опять, на той же дороге, как и много лет тому назад. И вроде все то же. Та же дорога, уходящая вдаль. Тот же камень, лежащий рядом с дорогой. Только брат уже совсем не тот. А там, где вдоль дороги росли кустарники, уже вовсю шумят своими лиственными кронами большие деревья. И вдруг, вдалеке, он увидел какую-то приближающуюся фигуру. Это была фигура человека. Он подставлял руку к голбу, ищурясь, пытался рассмотреть фигуру. Кто же это, думал он. Не брат ли? После долгих сомнений он все же узнал далеко идущей фигуре человека своего старшего брата. Брат ли мой? Подумал младший брат. И как-то невольно сердце застучало быстрее у него в груди. Мысли в голове все перемешались. Жар охватил все тело. И слезы невольно, как роса, выступили на глазах. Он бросился к нему навстречу. И как много лет назад они снова обнявшись стояли на той же дороге. Но теперь уже не боль, прощание, а радость встречи переполняла их. И вот они уже дома. И все самое лучшее для долгожданного гостя. Молоденький ягненок из стада, плов, манты, клубника с поля, вкусное варенье и чай с богородской травы и других полевых трав. Свежий, еще теплый, хрустящий хлеб с печи и ранетки с садовых деревьев. Это все для любимого брата. Они сидели за столом. Старший брат очень много рассказывал о тех местах, где он бывал и что там видел. Младший все внимательно слушал. И потом, не вытерпев, спросил. Брат, ну а как же мудрость? Узнал ее? Да, брат, я узнал мудрость. Скажи мне, что нам не успел рассказать отец? После долгое странствование и хождение по миру, я узнал мудрости, которые не успел нам рассказать наш отец. Первая суть мудрости состоит в том, что нужно вырасти дерево, сад и жить в нем. Посмотри, брат, эти яблони, которые мы садили с тобой, помнишь? Когда-то они были совсем маленькие кустики, теперь это большие яблони. Да. Ну, отец рассказывал вам про три мудрости. Да, брат, я узнал и вторую мудрость. Мудрость состоит в том, что нужно родить детей, воспитать их и оставить после себя наслезные. Моя игрушка. Моя игрушка. Моя игрушка. Так вот они. Моя игрушка. Это внуки мои. Моя игрушка. Моя игрушка. Не ссорьтесь, играйте дружно. Идите, идите, играйте. Играйте, брат. А в чем же суть последней мудрости, брат? Брат, ну расскажи мне, пожалуйста, я хочу узнать. Нет, брат, я не могу тебе рассказать ее. А если я расскажу, то я уйду отсюда и больше никогда не вернусь. Почему все так? Брат, не спрашивай. Я расскажу ее тебе и уйду, и ты не должен меня останавливать. Расскажи мне, пожалуйста, пусть будет по-твоему. Долго я ходил по миру, по свету, жил с разными народами. Я познал мудрость, третью мудрость, которую не успел нам рассказать наш отец. А суть ее в том, что мы должны держаться своих корней. И не надо долго тратить время на то, чтобы странствовать по свету, искать счастье. Вот счастье, оно везде, вокруг нас, в том месте, где мы живем. Мы должны его только заметить. Прости, брат. И счастлив тот, кто ищет счастье. Так и в жизни получается. Как говорил Гаврил Держаин. Он желает такое желание. Он говорит. Мое желание. Предаться Всевышнего во всем судьбе. За счастьем в свете не гоняться. Искать его в самом себе. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...